Внимание, дорогие друзья, сегодня впервые наши микрофоны и телекамеры устодовлены в проруби. Вот здесь собираются любители подлёдного плавания, члены добровольного спортивного общества «Калатун». Моржи! Вот так любовно называют народе вот этих вот мужественных людей. Видите, идёт к нам сюда, босиком в одних плавках, и густые клубы пара поднимаются от него. Давайте вместе с вами как бы подойдём к товарищу Моржу и попробуем немного с ним побеседовать. Здравствуйте! Здравствуйте! Что, жарко? Брум! Нет, это нормально. Ну вот, пожалуйста, расскажите нам немного о вашей замечательной секции. Ну, значит, наша замечательная секция насчитывает около 200 членов. У нас имеются профессуры, художники, артисты, есть нормальные люди. Ну и просто те, кому в прорубь захотелось. Вы знаете, может быть, сейчас немножко нескромный вопрос. Нам интересно, как вы сами, что ли, вот лично впервые попали в прорубь? Подскользнулся. А потом понравилось. Скажите, пожалуйста, Морж, Петрович, а что всё-таки, на ваш взгляд, как вот нырять? Легко? А да, знаете, вот дырять легко. Вот выныривать трудно. Наверное, ноги сводит, и головой об лёд стукаешься всё время. Заметно. Ну что ж, летом, видимо, как-то всё-таки скучаете по проруби, а? Нет, летом я тренируюсь я. Вот интересно вам узнать, как. Ну что, значит, как? В холодильнике сижу, пока не посинею. Я смотрю, вы такой закалённый, наверное, могли бы уже и в морозильник залить, а? Нет, в морозильник я не могу. А что это так? А там жена сидит. Спасибо, до встречи в парилке. Спортивная ходьба. Один из самых элегантных и грациозных видов спорта. Вот давайте, товарищи, догоним одного из скороходов и прямо на ходу побеседуем с ним. Скажите, пожалуйста, вот кто был вашим первым тренером, ну и вообще, где вы обучились вот этому замечательному стилю ходьбы? Ну, вопрос, конечно, интересный. Надо сказать, меня из его молодости привлекала походка секретарца нашего директора. Мне и перенял этот замечательный стиль ходьбы, который в народе называется Нефертити. А вот скажите, пожалуйста, вот идти на 50 километров не тяжело? Ну, вопрос, конечно, интересный. Тяжелый титок первые 40 километров, потом открывается второе дыхание. Ну, а первые? И первые закрываются. А вот скажите, пожалуйста, неужели вот все спортсмены доходят до финиша? Ну, вопрос, конечно, интересный. Далеко не все спортсмены доходят до финиша. Доходят только. Самые упорные, самые настойчивые. На нашем спортивном языке они так и называются доходяги. Ну, а вот нашу редакцию молодежную очень волнует вот такой вопрос. Вот что вы читаете в настоящее время? А, ну, вопрос, конечно, интересный. На настоящее время лично я ничего не читаю. Мне бы дойти вон до финиша, я не доходил, если ни разу. Ну, и последний вопрос. Вот почему вы избрали именно спортивную ходьбу? Понял. Значит, он началось со спинделя. Чего? Со спинделя, от токарного станка. Меня сломался спиндель, я посыл к мастеру. Мастер послал меня к нательнику, я посыл. Нательник послал меня к кладовсику, но я опять посыл. Но кладовсик послал меня так, что я иду до сих пор. А у нас продолжаются мото-гонки по пересеченной местности. И через несколько минут начнется следующий заезд. А пока небольшое интервью с одним из лидеров сегодняшней гонки. Расскажите о наиболее интересных случаях из вашей спортивной биографии. Случаев было много. Вот смешной направленность. Грязь прямо в глаз в этот момент. Грязь, естественно, снова в глаз в этот момент. Бац! У него глаз в грязи, я вот так вот как... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Собственно, с тех пор и полюбил лошадей. До новых встреч!